Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня с оставами от подписчиков, но по традиции вначале прокачаем герои. Большинство подписчиков сегодня попросили, чтобы я прокачал Тигриного Когтя. За этого героя проголосовало пятеро подписчиков. Кроме того, друзья, проголосовали четверо подписчиков за Рафа Ведения. Поэтому, друзья, я думаю, давайте-ка прокачаем два героя сегодня. Хотя, вот смотрите, друзья, как здорово работает мечет наш Тигриный Когтя, когда не на него нажать. Вот первые три способности я уже Тигриного Когтя прокачал до максимума. Страшные Когти, силовое решение, это массовый удар и Тигриную Ярость. Вот четвертые и пятые способности еще не до конца прокачаны. Возможно, мы это сейчас делаем. Итак, Тигриный Глаз, это пассивка, Тигриный Коготь всегда готов к бою. И мы, друзья, прокачим эту способность к пятой ступени. Кроме того, друзья, хватает ингредиентов, чтобы прокачать эту способность до шестой ступени, что я и делаю. Ничего себе, друзья. Итак, хватает ингредиентов, чтобы прокачать пассивку Тигриного Когтя до седьмой ступени. Опять же, я это, друзья, делаю, но дальше у меня уже не хватает ингредиентов, чтобы прокачать вот уже морозный луч. Ну, как-то вот так получилось. Тем не менее, друзья, переходим к Рафу Ведения. Давайте-ка прокачаем еще этого прикольного и классного героя. Один из моих любимейших. Правда, друзья, опять же, я потрачил ингредиенты на Тигриного Когтя. Не все мы сможем прокачать. Вот когда на Рафа нажимаем, делаем вот такой забавный трюк. Итак, первая способность Огненные Когти прокачана до максимума, до седьмой ступени. Вот можем сейчас еще прокачать средоточение огня. Это Раф направляет во врага мощный заряд огня. Либо прокачать воронку пламени. И я что думаю, друзья, давайте-ка мы прокачаем воронку пламени. Это мой один из любимейших ударов. Ничего себе, друзья, хватает ингредиентов, чтобы прокачать воронку пламени до седьмой ступени. Ну, давайте-ка, друзья, я усилю еще вот вторую способность средоточения огня. И что же, и да, друзья, вот достаточно ингредиентов, чтобы прокачать и воронку пламени, что я и делаю. Ну что же, супер, друзья, очень неплохо, я считаю, мы сегодня прокачали героев. Ну и сейчас займемся составом битвы, но вначале передаю привет. Итак, большущий черепаший привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый черепаший привет подписчику с ником Низк Ютубе Ивану Матюшенко, Захару Таб Хаб, Ярославу Бондаренко, Павелу Жукову, Никите Хрущеву, Некит Ршен, Кама Плей, подписчику с ником СЕССЕМН Канал и Артему Феликсу. Друзья, большущий черепаший привет от наших героев черепашки Низи Легенды и от меня лично. Ну, мы, друзья, с вами отправляемся в Лигу Мастеров. Беру я первую команду от подписчика, который написал свой состав из предыдущего видео состава от подписчиков. И самым первым это был подписчик с ником Мистер Фокс. Попросил он здесь, чтобы я взял до следующего боя Супер Шреддера. Давайте-ка возьмем состав от этого подписчика. Итак, Супер Шреддер. Да, друзья, чтобы никто не обижался, я беру составы под очередь от самых первых и иду дальше, пока есть возможность. Итак, Рен классический. Следующий герой Микки Мультик. Лео Ролевой. Ну, давайте-ка, друзья, я по очереди буду искать. Итак, нужен еще Микеланджело мультяшный, Микки Мультик. Вот он, дружище. Есть еще Лео Ролевик. Лео Ролевик и Сплинтер. Где-то Лео Ролевик в конце. Сейчас, надеюсь, мы его найдем. Да, вот Сплинтер и еще вот подсказал подписчик, чтобы я взял этот состав на турнир испытания. Ну что же, все понятно. Итак, бой. Друзья, надеюсь, сегодня мы попадем с вами на первые места в Лиге Мастеров, где играют самые сильные бойцы. Вот такая вот прикольная команда у врагов. И первым делом я прокачиваю уклонение от нашего любимца Микеланджело из мультика. Благодаря этому, этой способности у наших героев появляется уклонение. Теперь вражеские удары будут проходить мимо. Кроме того, активируем сердце Супер Жешредер. И у нас появляется постепенное исцеление плюс дополнительная защита. Супер. Враги атакуют. Но я считаю, друзья, уже мы можем без проблем пробовать выбивать Керби Мышь. Хотя, давайте-ка, друзья, я отвлеку пока внимание от Крэнга классического. Он у нас пока самый слабый герой. Все остальные прокачаны до максима. Пусть лучше атакует Лео Ролевого. А Сплинтер уже своей скрытой катаной попробует выбить Керби Мышь. Удар есть. Керби Мышь выбит. Супер. Ну, друзья, это было логично, потому что вот атакующие способности нашего отряда прокачаны. Вот у некоторых, у большинства, по крайней мере. Супер. Кроме того, друзья, давайте-ка, пусть наш Крэнг классический нанесет ядреный удар. Подает вот эту ядреную бомбу. Взрыв. И очень слабо. Очень слабо. Хотя это был массовый удар. Очень слабенько получилось. Ну, ничего страшного. Давайте-ка будем выбивать врагов посильнее. И начнем-ка мы с Карай. Возле нее есть зеленый тревольник. Значит, урон будет повышен. Ох, как здорово Микеланджело из мультика. Вот выбил Карай. Далее метает свои костяные куна и супер шреддер. Вот отличнейший удар. И Дони классический побежден. Кроме того, массовая атака лево-ролевого. Очень люблю этот огненный удар его мечом. Смотрите, сколько урона он нанес. Ну, что же, просто здорово. Кроме того, дополнительный урон по болевым точкам. Вот наносит сплинтер. И остался только Микеланджело оригинальный. Но смотрите, что он делает. Он метает гранату. Вот бомбу у наших героев. Досталось. Но сплинтер добивает и этого врага. Ну, что я скажу. Здорово. Идеальная победа. Хороший бой. И мы идем дальше с командами от подписчиков. Вперед-вперед. Прорываемся на 42 место. И я беру следующую команду от наших подписчиков. И это подписчица с ником Фиалка. Попросила она, чтобы я взял Нейтритона. Дони Мультик. Итак, мне нужен нейтрализатор. Он же Нейтритон. Вот. Берем вот такую вот забавную команду противника. Вот. Хотя, давайте-ка. Керби Мыш уже участвовал. Давайте-ка возьмем что-то другое. Вот. Возьмем команду Состиранка. Итак, Нейтрализатор. Вот. Найден. Дони Мультик. Отлично. Дони Ролевой. Кстати, очень люблю Дони Ролевого. Дони Волшебника Мага. Вот. Кто смотрел эту серию про черепашек, очень рекомендую. Дони Ведение и Дони Космос. Вот. Что ж. Очень прикольная команда Донателл. Итак, Дони Ведение и Дони Космос. Где же ты, дружище? Ты нам нужен. Итак, Дони, Дони Космос. Где же ты? Вот он. Итак, супер, друзья. Команда собрана. И мы идем в атаку с этой командой от подписчиков. И сейчас посмотрим, что из этого получится. И, конечно же, первым делом, друзья, будем выбивать Бакстера Муху вражеского хила. Хотя, вначале, друзья, давайте-ка прокачаем дополнительную защиту от Дони Ролевого. Вот. Активирует. И ничего себе, друзья. Смотрите, кроме дополнительной защиты у нас появилась броня. Вот такой вот шлем. Кстати, всю информацию о положительных бафах, положительных эффектах вы можете увидеть в настройках. А негативные вот бафы, дебафы вы можете видеть вот красненьким. Они обозначены. Ну что же, будем пробовать выбивать этого врага. И Дони из космоса лазерным лучом из груди пытается поджарить Бакстера Муху. Хороший удар, но Бакстер Муха выживает. И даже пытается контратаковать. Ага, друзья, он подлечивался. Он подлечивался. Ничего страшного. Нейтрализатор. Он же нейтритор наносит удар хвостом. Выживает Бакстер Муха. Ненадолго Дони из мультика, вот метая бомбы, добивает и этого врага. Супер. Ну что же, кроме того, друзья, давайте-ка усилим нашу атаку. Разрывает фигурку тигриного когтя Дони Ведения. Враги тоже прокачивает атаку. Идет в атаку Крис Брэдфорд. Ого, и Стиранка добавляет. Странно, что Стиранка не воспользовался пулеметом, но он сбросил гранату. Вот досталось беднягу Дони. И ничего себе, вражеский Дони еще забрасывает наших героев с юрикенами. Но наступило время нашего Дони Ролевого. Он формирует огненные сферы, фаерболы, метает их врагов и наносит колоссальный урон. Смотрите, я просто в шоке. У врагов, кроме того, всех появился постепенный урон. Но я не думаю, что мы дадим им шанс. Дони из космоса выставляет свой шест, призывает огромный метеор, который падает и едет и просто вот давит оставшихся врагов. Супер! Итак, идеальная победа. Хороший бой. И мы идем дальше с командами от подписчиков. Итак, друзья, следующая команда от Идар Фриева. Попросил он, возьми команду животных-мутантов. Ну, вот кроме мутанималов, друзья, я ничего себе не могу представить. Наверное, он их имел в виду. Итак, Идар Фриев, без проблем, иду тебе навстречу. Животных-мутантов. Ну, давайте-ка попробуем, друзья. Вот попытаемся создать этот состав. Ну, мне кажется, это команда мутанималов, это имел в виду подписчик. Вот по-другому, как же, мне кажется, никак не получится. Вот Мандагека, вот Кожеголов, где там слэш у нас? Слэш, Голубь Питт и Доктор Роквелл. Где-то здесь они должны быть. Да, вот, смотрите, вот Мандагека ящера, Кожеголов крокодил, слэш-черепаха, Доктор Роквелл-обезьяна и еще Голубь Питт, это просто Голубь. Ну, что же, мне кажется, я выполнил команду от подписчиков, и мы идем с вами в атаку, и сейчас посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед. Вот, и первым делом, конечно же, я буду стараться выбивать вражеского хила. Им является Шредер из мультика, и Мандагека наносит очень мощный удар своим языком. Оглушает Шредера, но урон минимален. Кроме того, благодаря Голубь Питта мы сейчас прокачаем уклонение, и теперь вражеские атаки будут проходить мимо. Тем не менее, слэшу нужно вот раздавить. Да, ничего себе, вы видели, как здорово он раздавил Шредера, но про защиту нельзя забывать. И Доктор Роквелл, благодаря психопозырю, вот прокачивает дополнительную защиту. Супер. И вот теперь попробуем нанести ментальный удар его разумом. Вот так, супер. Навесил цепи, оглушает Микеланджело видение. Ну и вот надеюсь, что сейчас каждый Голубь, хватая Крэнга, как дубину, его добьет. Нет, выживает. Выживает Микеланджело видение, даже контр-атакует. А вот теперь Доктор Роквелл пытается атаковать. Достается слэшу. Сплинтер бьет по болевым точкам. Итак, друзья, надо применять массовые атаки. Ого. Итак, до неведения вражески применил удар кофейной машиной. Но здорово, что у нас есть Голубь Питт. Поклевав хлебушка, он подлечивает и восстанавливает наш отряд. А в атаку я посылаю слэша. Вращаясь, как волчок, он наносит массовый удар своей дубиной. Вот кого-то выбил. Не успел я заметить, и кого. Кроме того, Мандагека метает гранату в баллоне из краски. Супер. Сплинтер побежден. А Доктор Роквелл метает ножи, кинжалы, мечи. И это, друзья, победа. Вот здорово. Три массовые атаки подряд. И противник повергнут. Супер. Ну что же, мне кажется, друзья, это была хорошая команда. Хорошая битва. И мы идем с вами дальше. И перемещаемся уже на 25 место. И я беру следующую команду от Сергея Махейко. Попросил Сергей, чтобы я взял его состав. Слэш Кейси фильм. Ну, давайте-ка, друзья, я вот буду стараться брать по очереди. Итак, Кейси есть. Где-то здесь должен быть слэш. Мы только что его брали. Вот удается восстановить. Эйприл, Анил, Сплинтер и Донни ролевой. Итак, давайте-ка я попытаюсь найти Эйприл, Анил. Эйприл, Анил, Анил, Сплинтер и Донни ролевой. Давайте-ка я восстанавливаю Сплинтера. И сейчас поищем и выкупим благодаря билетику Донни ролевого. Где-то здесь он должен быть. Есть. Ну что же, команда сформирована от Сергея Масейко. И мы идем с вами в атаку. Вперед. Итак, у врагов очень забавный герой Хилл. Лекарь, который подлечивает героев. Его и Кейси Джон своими битами попробует выбить в первую очередь. Вот очень мощный удар. Но Бибоб Кролик выживает. Выживает ненадолго. Слэш бросает дубину. И вот вращаясь добивает этого забавного героя. Кроме того, давайте-ка, друзья, попытаемся выбивать стиранка. Удар. Веер Макрам Эйприл Анил. Вот неплохой удар, но что-то слабовато. Значит, давайте-ка, друзья, усиливать наш отряд. Благодаря медитации сплинтера. Вот наш отряд усилен. Это, конечно же, здорово. И давайте-ка я прокачаю дополнительную защиту. Благодаря Донни ролевому. Супер. Дополнительная защита. Плюс броня. И вовремя. Смотрите, что пытался сделать слэш. Разбил практически всю броню. Пытался еще что-то сделать Крис Брэдфорд. Но мы тоже непросты. Итак, Кейси Джонс бросает шайбу. Мощный удар. И стиранка побежден. Добил его шайбой. Вот Кейси Джонс из фильма. Это было прикольно. Вот. Ну что же, пошлем в атаку мы слэша. Итак, слэш, вращаясь как волчок, наносит дополнительные удары. Супер. Удар разумом. Эйприл. Анил. Вот наносит урон киликинезом. И вот Крис Брэдфорд побежден. Вот еще удар скрытый катаной сплинтера. И сплинтер добивает слэша. Остался только Микеланджело классический. Давайте-ка, друзья, перекусим пиццей, который призывает до не волшебник ролевой. Супер. И Кейси Джонс уже попытается добить Микеланджело классического. Вот хороший удар, но проходит мимо. Ни с чего не сумел сделать Кейси Джонс. Вот прошло уклонение. Недаром бесит вот такой знак в виде сюрикена. Вот не просто его пробить, но я надеюсь... Но слэшу, это удалось. Итак, победа. Хороший бой. И мы идем, друзья, дальше с вами командами от подписчиков. Вперед, вперед. Итак, друзья, следующая команда. Это у нас от подписчика с ника Сатумфокс. Попросил состав всей черепашки мультик. Без проблем, дружище. Давайте-ка возьмем состав черепашки мультик. Прошу прощения. Итак, давайте-ка возьмем, возможно, какой-то другой состав, чтобы меньше черепашек был. Прошу прощения, простыл немножко. Сейчас вот возьмем черепашек из мультика и посмотрим, как они справятся с этой командой от подписчиков. Итак, черепашки из мультика Рав, Донни, Лео. И осталось найти только Микеланджело. Микки, дружище, где ты, ты нам нужен? Вот, выходи. По-моему, друзья, он сегодня участвовал. Где-то я его пропустил. Итак, возвращаюсь назад. Вот он, друзья. Супер. Команда собрана. Итак, черепашки из мультика от подписчика с ником Сатумфокс. С латиницей написано. Надеюсь, правильно перевел. Итак, первым делом, конечно же, прокачиваем уклонение. Благодаря особой способности Микеланджело из мультика. Здорово. Теперь уражеские удары будут проходить мимо. А Лео с самой мощной своей атакой пытается выбить Шредера. Не получилось. Шредер уцелел. Тогда, друзья, давайте-ка прокачаем еще дополнительную атаку от Рафа из мультика. Супер. Благодаря его ярости это у нас получилось. А вот теперь метнем бомбу до не мультика. Супер. Шредер побежден. Ого. И вражеский сплинтер пошел в атаку. Ой, как досталось Лео. Вот, друзья, это уже неприятно. Нужно срочно что-то делать. Либо лечиться, либо атаковать. И враги прокачали уклонение. Это уже, друзья, не очень хорошо. Массовые атаки будут проходить мимо. Вот, да и любые атаки могут проходить мимо. Поэтому давайте-ка пока мы перекусим пиццей и излечим наш отряд благодаря Микеланджелу из мультика. Супер. Ну что же, посылаю в мощнейшую массовую атаку Лео из мультика. Вот, стальным вихрем наносит урон. По сплинтеру, видите, друзья, прошел. А вот Рафа видение и Донни из фильма не зацепил. Тем не менее, друзья, давайте-ка постараемся выбивать. Удар Рафа с разворота. Бьет Саи вражеского сплинтера. И сплинтер повергнут. Супер. Кроме того, Донни из мультика пытается забросать врагов сюрикенами. Есть. Удалось выбить Рокстеди классического. Но и враги пошли в массовую атаку. Досталось от Рафа видение. Мстит Раф из мультика. Но удар проходит мимо. Возможно, дымовая граната Микеланджело из мультика. Сделай свое дело. Удар есть. Проходит удар, но Донни из фильма жил. Кроме того, смотрите, друзья, даже контратакует. Досталось Рафу. Вот еще благодаря медитации Лео из мультика. Вот прошло исцеление отряда. Супер. Ну что же, пусть тогда Раф пока оскорбляет врагов. Лео привлекает внимание. А мы пытаемся, вот еще прокачаем дополнительную защиту от Донни из мультика. Супер. И во время, друзья, Раф видение атакует огненными атаками. Вот пытался выбить Раф из мультика. Не получилось. Тем не менее, вот добивает Донни из фильма наш Микеланджело из мультика. И Лео пытается выбить Рафа видение. Есть. Идеальная победа. Хорошая битва. Благодарю подписчика за этот состав. А мы с вами идем дальше. Итак, вперед. С 17 места я поднимаюсь на 8. И возможно, друзья, мы сейчас перейдем в Лигу Мастеров на 3 звездочки, где играют самые сильные игроки. А следующая команда от подписчика с ником Дэн Бро. Попросил он взять Кожеголова. Слэша. Давайте-ка, друзья, я выберу состав посильнее. Итак, Кожеголов, слэш, нейтрализатор. Ого, друзья, вот я подумал вначале, что это команда Мутанималова, но увидел нейтрализатора. Давайте-ка возьму. Еще есть Саблезуб и Армагон. Итак, неплохо. Итак, давайте-ка я буду искать. Вот нашел Кожеголова, нашел Армагона, где у нас Саблезуба тоже нашел. И еще остался слэш. Ну, вот такой вот необычный состав, друзья. Ничего общего я в нем не вижу. Но, как к вам, команда очень даже неплохая. Забавная. Вот какой прикольная фотка у противника. Итак, друзья, будем первым делом, конечно же, выбивать Биба Покролика. Давайте-ка, пусть Саблезуб его попробует закусать. Здорово, он его оглушает. А Армагон наносит одну из мощнейших атак в этой игре. Вот, грызет, кусает и догрызает без проблем Биба Покролика. Неплохо. Следующим героям, друзья, надо убирать Бакстера Стокмана. Его две массовые атаки. Это что-то ничего себе. Как здорово его запинал. Вот, слэш. Я даже, честно говоря, не надеялся, что так здорово справится. Вот, кроме того, давайте-ка, пусть Кожеголова привлекает внимание, чтобы враг не атаковал наших героев, а нейтрализатор метнет диски. Ох, как досталось слэшу. Еще и постепенный урон его догрызает. Вот, но он пытается все равно отомстить. Смотрите, как здорово наносит удар. Оглушает Кожеголова. А вражеский сплинтер медитирует и прокачивает атаку. Вот, бедняга Кожеголов, все его бьют. Но, я думаю, нам надо все же добивать слэша. Пока он не применил массовую атаку. Есть. Добивает его Саблизов. А Армагон атакует ракетным ударом. Здорово. Очень здорово нанесли урон ракеты Армагона. Вот, кроме того, при помощи слэша попытаемся добить классического Бибопа. Есть. Бибоп выбит. А вот теперь нейтрализатор нанесет ракетный удар. Здорово. Сплинтер побеждем. И у нас идеальная победа. Итак, друзья, переместимся мы с вами в Лигу Мастеров на третью звездочку или нет? Важный вопрос. Вперед. Давайте-ка посмотрим. И да, друзья, мы в Лиге Мастеров на третью звездочку, где играют самые сильные игроки этой игры. Ну что же, вперед, друзья. Давайте-ка сразимся. И я беру следующую команду от нас следующих подписчиков. И это подписчик с ником Дэнбро Кошмар. Вот попросил, друзья, он, чтобы я взял состав Усаги, Армагон, Кролики. Давайте-ка, наверное, друзья, я буду идти подряд, чтобы не запутаться. Вот, кстати, Кролика Ус увидел. Усаги, Зимба. Его сегодня, друзья, по-моему, не заказывали. Поэтому сейчас мы его найдем. Да, вот есть Усаги. Кроме того, нужен Армагон. Отлично. Джастин и Рокстеди Кролик. Рокстеди Кролик найден. А вот где искать Джастина, друзья? Вот что-то я забыл, но сейчас, надеюсь, мы его найдем. Нет, мне кажется, сюда, этой нужно идти в конец. Итак, Джастин, где же он? Вот он. Ну что же, очень необычный состав. Давайте-ка мы с ними сразимся и посмотрим, что из этого получится. Насколько хороша будет эта команда. Итак, Кролики. Первым делом Кролики трансформируются в огромное колесо и наносят мощный удар по Лео из мультика. Выбивает. Я просто в шоке не надеялся, что Кролики справятся. Тем не менее, кроме того, друзья, прокачиваем дополнительную защиту благодаря Усаги и Зимба. Вот супер. Появилась дополнительная защита плюс контратака. А вот сейчас, друзья, давайте-ка нанесем ракетный удар от Армагона. Ракеты пошли в атаку. Наносят массовый урон. Ох, как досталось врагам. Супер. Пстит Сплинтер, но у нас есть забавный герой Рокстеди Кролик. Вот так забавно скользит на животе и выбивает Криса Брэдфорда. Супер. Кроме того, молниями из глаз Джастин пытается поджарить доктора Роквелла. Не получилось. Классический Лео метает фута, пытается добить кроликов, но те выживают. А вражеский Сплинтер тем временем усиливает атаку. Плюс прокачал защиту для доктора Роквелла. Ого. Навесил цепи на Армагона доктора Роквелл и я не смогу воспользоваться метеором Армагона. Ничего страшного, я друзья призову кроликов, чтобы они трансформировались в огромного робота, который нанесет сокрушительный удар. Итак, мощнейшая атака, удар и доктор Роквелл повергнут, а у других врагов тоже минимальное здоровье. Вот супер. Ну что же, эта победа вот ударом катаны усаги Димба добивает Лео классического, а Армагон уже обычным ударом. Вот не сумел он метеоритом раздавить, потому что навесили враги на него цепи. Ну что же, здорово, друзья. Итак, идеальная победа, хороший бой. Продвигаемся с вами по турнирной лестнице и берем следующую команду от подписчиков. Итак, друзья, следующая команда у нас от подписчика с ником Арсений Зайцев. Вот попросил Арсений, чтобы я взял состав РАФ Ведения. Итак, супер, друзья, сегодня мы прокачивали РАФ Ведения, а сейчас мы его протестируем в бою. Итак, нам нужен РАФ Ведения. По-моему, друзья, сегодня еще его не заказывали. Здорово. Вот супер шредер. Да, вот, и, друзья, никто сегодня еще, жаль, тигриного когтя, по-моему, не заказывал. Супер шредер. Где наш супер шредер? Вот. Удалось восстановить при помощи билетика. Лео мультик. Лео мультик, Лео мультик. Итак, друзья, надеюсь, в следующем видео вы закажете вот уже нашего любимца тигриного когтя. Супер шредер есть. Теперь нам нужен Лео мультик. Восстанавливаем его при помощи билета. Микки Космос и Саги Эдзимба. Вот очень классный состав. Надеюсь, он неплохо сработает. Итак, у Саги, дружище, где же ты? Где же ты спрятался? Ты нам нужен. Где-то здесь он должен быть. Вот. Вот он. Итак, супер, друзья, вперед в атаку. Надеюсь, команда от Арсения Зайцева справится без проблем. Вот. Посмотрим, что сейчас произойдет. Итак, нам нужно выбивать морозную кошку. Что мы сейчас и сделаем. И Микеланджело Космический при помощи лазерных танфу попытается выбить этого хила. Вот мощнейшая атака, но морозная кошка выживает. Ненадолго у Саги Эдзимба вот ударом катаны выбивает. Пожертвовал я, друзья, с дополнительной защитой. Вот. Не прокачивал ее. Все, чтобы победить морозную кошку. Лучше мы прокачаем благодаря супер-шредеру и его сердцу. Сейчас постепенное усиление дополнительной защиты. Вот. Супер. Отлично. Все здорово у нас получилось. А сейчас, друзья, вот прокачанная вторая способность Рафа Ведения. Вот такой вот огненный удар. Ох, как удалось поджарить Стиранка, но выживает ненадолго. Вот. Он выжил. Лео из мультика своим, своей атакой добил Стиранка. Ну, что же. Самого сильного врага мы выбили. Вот пытается враги что-то сделать. Прокачивает уменитет оригинальный Микеланджело. Доктор Роквелл тоже что-то пытается сделать. Ого. Навесил цепи. Ничего страшного. Мстит Усаги. И что же Дони? А Дони из фильма пока прокачал уклонение. Но только для себя. Ну, что же. Будем пока выбивать доктора Роквелла. Неплохой удар. И да, Дони, Микеландло-космический, его добивает. Кроме того, друзья, посылаю его. Атаку Усаги Дима. Вот единственный герой, который у меня прокачан. Все способности на 7 ступеней. Хотя еще, друзья, осталось прокачать Тигриного Когтя. Вы видели сегодня. И он тоже. Одну из способностей. И он тоже будет прокачан до максимума. Ну, что же. Финальный удар от Супер Шредера. Особая способность. Шипы с подземли. И это победа. Супер. Итак, очень крутая команда от Арсения. Благодарю подписчика за состав. А мы идем с вами дальше. Итак, вперед-вперед. С 83-го места мы попадаем на 71-е. И я беру, друзья, следующую команду от подписчика с ником Шкоди Плейс. Вот латиница написана. Надеюсь, правильно прочитал. Итак, Шкоди Плейс и его состав Лео Ведение. Давайте-ка возьмем. Итак, нам нужен Лео Ведение. Кстати, он сегодня, друзья, насколько я помню, не участвовал. Да, вот не участвовал. Раф фильм. Раф фильм. Тоже, насколько я знаю, он не участвовал. Итак, давайте-ка я его поищу. По-моему, друзья, я его пропустил. Что там дальше? Заяц, Ниндзя. Ну, это я понял. Усаги и Зимба, Сплинтер и Микки, Черно-белый. Это оригинальный. Ну что же, все понятно. Давайте-ка, друзья, я попробую еще сначала собрать этот состав. Где-то пропустил я Рафа из фильма. Вот он, друзья, на один. Заяц, Ниндзя. Это Усаги и Зимба. Вот так зовут этого забавного кролика. Сейчас я попытаюсь его найти и восстановить. Вот Усаги, дружище, где же ты спрятался? Друзья, не нашел пока я его. Где-то он здорово спрятался. Хотя, давайте-ка я буду искать по неактивным героям. Его надо выкупить, чтобы восстановить. Вот Усаги Нагин. Нужен еще Сплинтер и Микеланджело оригинальный. Вот подписчик написал, что Черно-белый. Но я понял, кого он имел в виду. Микки Нагин. И осталось только восстановить Сплинтера. Ну что же, команда собрана. И мы идем в атаку. И сейчас посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед-вперед. Итак, друзья, первым делом, конечно же, я буду стараться выбивать Голубя Пита. Вот этого забавного вражеского хила. И для этого Микеланджело оригинальный в прыжке нанесет удары нунчаками. Хороший удар. Но Голубь Пит выживает. Значит, давайте-ка, друзья, еще прокачаем скорость благодаря Лео Ведения. И прокачаем дополнительную защиту благодаря Усаге Зимба. Ну что, друзья, теперь наш отряд полностью защищен. Кроме того, получилась контр-атака. И кто же добьет? А Голубя добьет вот Сплинтер своим ударом Тайной Катаны. Ну что же, просто здорово, отличнейший удар. Вот. Кроме того, давайте-ка, друзья, попробуем привлечь внимание Рафа из фильма. Вот так. Привлекает внимание к себе и понижает, вот, навешивает дебафы, вот, негативные эффекты, снижая скорость врагов. Ого! Какой удар здорово нанес Крис Брэдфорд, но Усаге Зимба отомстил. Донни из фильма пока прокачивает дополнительную защиту. Вот. Ой-ой-ой. Итак, Рокстеди классически забрасывает наших героев гранатами. Досталось немножко нашему отряду, но Лео Ведение отомстил. И Усаге Зимба тоже. Ничего себе. На вражескую атаку получилось три наши контратаки. Вот. И здоровье Рокстеди классического на минимуме. Вот. Кроме того, бросает гранату оригинальный Микеланджело. Взрыв. Ничего себе. Враг выживает ненадолго. Вот, друзья. Бросает тыкву, взрывную тыкву Лео Ведение. Взрыв. И Рокстеди классический выбит. Вот. Остальные противники выживают. Как они выживают, друзья, я не знаю. Тем не менее, Усаге Зимба попытается выбить стиранка. Мощнейший удар Катана и стиранка выбит. Супер. Вот. Кроме того, давайте-ка усилим наш отряд благодаря Сплинтеру. Вот. Дополнительных эффектов не может быть много. И сейчас, друзья, финальный удар от Рафа из фильма. Бросает холодильник. Взрыв. И враг выбит. Что ж, друзья. Отличнейшая победа. Хороший бой. И мы берем следующую команду от подписчиков. Итак, вперед-вперед. 71 место. Друзья, я перемещаюсь на 61-е. И беру следующую команду от наших подписчиков. Итак, друзья, следующим оставил свой состав Иван Матюшенко. Попросил состав Шредер классический. Давайте-ка я попробую его взять. Это состав. Итак, Шредер классический. Усаги и Димба. Очень здорово нашим подписчикам нравится Усаги и Димба. Вот сколько сегодня его уже заказывает. Это я, конечно же, согласен. Очень классный, яркий герой. Супер. Шредер классический есть. Усаги и Димба есть. Сплинтер, Кэсси Джонс мультик и Эпил Кунаичи. Вот Эпил Кунаичи. Сплинтер. Вот восстанавливаем при помощи билетика. И еще нужен Кэсси Джонс мультик. Вот такой вот классный состав. Вот с этим составом, в принципе, друзья, он мне нравится. Можно идти в любую битву. Отлично, друзья. И в начале боя пусть Шредер классический усилит наш отряд дополнительными эффектами. Вот пробафал. Здорово. Вот плюс еще бафы от Усаги и Димба. Вот дополнительной защитой контратака никогда не помешает. Супер. Ох, сколько положительных эффектов у нашего отряда. А вот теперь давайте-ка пробуем выбивать. И что интересно, друзья, у врагов нет хила. Тогда давайте-ка применим сразу же массовую атаку. Итак, удар цепными молниями Эйпил Кунаичи. Вот ох, как здорово поджарило. Вот большую часть здоровья забрало. Ну а вот теперь давайте-ка понемножку выбивать. И Сплинтер атакует Рокстед из мультика по болевым точкам. И вот оглушает этого Носорога. Ничего себе, он выживает. Как он выживает, друзья, я не знаю. Но, тем не менее, вот Кейси Джонс взрывной шайбой его добивает. Супер. Очень даже неплохо. Пытаются враги снять негативные эффекты. Хотя, о, ничего себе. Они еще и подлечились. А у Дони оригинального появилась еще и броня. Это уже, друзья, не очень хорошо. Вот, но я не думаю, что это что-то поможет врагам. Потому что, давайте-ка, друзья, сейчас мы, опять же, воспользуемся массовой атакой. И Шребер классически призывает помощь из другого измерения. Вот, отлично. Остался только Дони оригинальный. Но я не думаю, что он что-то сумеет сделать. Потому что у Саги Димба хватает две катаны. Идет в массовую атаку. И так, ничего себе, друзья, прошел мимо удар. Ничего не сумел сделать у Саги Димба. Возможно, Эйприл Кунаичи есть телекинезом. Нанесла дополнительный урон. И Сплинтер тайной катаной добивает уже этого врага. Вот, просто-просто здорово. Итак, отличнейшая победа. Хороший бой. И мы идем дальше с вами командами от подписчиков. С 61-го места я перемещаюсь на 47-е. И берем следующую команду. И следующая команда от Павела Герман. Вот, латиницей написано. Поэтому, прошу прощения, Павел Герман-Жи. Ну, как-то вот так, вот по-другому не могу. А, прошу прощения, дальше Павел написал. Павел Герман-Жи. Вот, и так, извини, Павел сразу не увидел. Так, команда от Павела Герман-Жи. Попросил он Криса Брэдфорда. Вот, давайте-ка, друзья, я возьму состав. Вот, поинтереснее. Мне кажется, это будет здорово. Итак, Крис Брэдфорд есть. Зэк. Отлично. Здорово. Леофильм. Что удивительно, друзья, вот очень классная команда. Люблю, когда не повторяется. Люблю, когда участвует побольше новых героев. Итак, Лео из фильма. Где же ты спрятался? Где-то здесь он должен быть. Он сегодня не участвовал. Есть. Вот, Раф видение и Ксевер Монтес. Хана я вижу. Ксевер Монтес где-то здесь должен быть. Вот, и осталось, друзья, найти только Лео видение. И команда будет собрана. Вот, команда очень классная. Она мне понравилась. Вот только нужно будет еще добавить Лео видение. Ну что же, вперед, друзья. В атаку давайте-ка сразимся. Команда, командой от Павела Дельмин-Жи. Вот, и конечно же, первым я буду выбивать Донера Левого. Очень классный герой. Очень классный хил. Вот, кроме того, есть классная у него дополнительная защита. Плюс исцеление. Ну, я скажу, это один из крутейших героев. Вот, да, массовая атака Лео видение. Вот, очень много урона нанес Лео. Но противник еще жив. Что удивительно. Итак, друзья, давайте-ка не будем рисковать. И прокачаем дополнительную защиту от Криса Брэдфорда. Вот, выпив гизировку, он прокачал дополнительную защиту. Кроме того, друзья, давайте-ка усилим атаку Лео из фильма. Супер. Вот так закричал. Он прокачал атаку. И, друзья, кроме того, вот благодаря Ксеверу Монтесу, друзья, мы можем навешать негативные эффекты, ослабив защиту вражеского отряда. Ну, что же, это, друзья, будет победой, если только сейчас Донера Левой не прокачает. Вот, друзья, сделал он, я считаю, враг ошибку. Ему нужно было прокачать, сейчас восстановить и исцелить отряд. Раз он этого не сделал, мы добиваем Донера Левого ударом Криса Брэдфорда и посылаем в атаку Лео из фильма. Вот мощнейшая массовая атака катанами и просто вот по капельке здоровья осталось у врагов. И уже победить оставшийся врагов не имеет вот никаких проблем. Вот ударами КПРа добивает кого-то, кого добил Ксевер Монтес, по-моему, это был Донни из фильма. И, друзья, я применяю световую гранату Зека. Массовый удар и враг повержен. Супер! Ну что же, классная команда. Вот битва мне понравилась и мы берем следующую команду от подписчиков. Перемещаемся с 47-го места на 35-е. И я беру команду от Супер Геймер ТВ. Попросил этот подписчик, чтобы я взял слэша Кейси. Давайте-ка, друзья, я подберу команду поинтереснее. Вот, давайте-ка возьмем первый состав. Отлично. Итак, давайте-ка я найду слэша. Буду идти по очереди. Вот вижу, мелькнул слэш Кейси. Не уточнил, какой Кейси, поэтому, друзья, я возьму Кейси из мультика. Вот только что он участвовал. Ну и сейчас тоже будет. Раф видения, левые видения и сплинтер. Ну, я согласен, друзья. Это самые сильные бойцы, как по мне. Левые видения и раф видения. Плюс еще и сплинтер. Жаль, что, друзья, никто сегодня не заказал тигриного когтя. Ну, надеюсь, в следующем видео мы посмотрим, вот благодаря прокачке, как он сумеет справиться. И, мне кажется, друзья, нужно будет снять отдельное видео о тигриного когтя против боссов, когда его прокачает до максимальной седьмой ступени. Ну что же, итак, друзья, прокачиваем скорость нашего отряда. Благодаря Лео видения. Супер. И будем стараться сейчас выбивать Хила. Вот. Пытается раздавить слэш Лео из мультика. Не удалось. Но, возможно, удар электрошокером Кейси Джонса добьет этого противника. Есть. Лео из мультика выбит. А сейчас, друзья, я хочу протестировать вот этот седьмой удар нашего рафа ведения, который мы сегодня прокачали до максимума. И так, огненный торнадо выжигает. Выжигает Багстера Стокмана. Да и у остальных, вы видите, здоровье на минимум. И так, очень круто мы прокачали этот удар до седьмой ступени. Супер. Ну что же, пытается что-то сделать враг. Но это уже не имеет значения. Потому что у него здоровье на минимуме. А наши герои просто молодцы. И так, друзья, взрывная тыква Лео видения. Взрыв. И это победа. Вот. Отличнейшая победа. Отличнейший бой. И я беру следующую команду от наших подписчиков. И это подписчик с ником Захар и Матвей Шоу. И так, давайте-ка, друзья, посмотрим. 24 место. Я думаю, еще на два сражения хватит нам сил. И я беру вот такую вот забавную команду с Макмена. И так, Захар и Матвей Шоу попросили, чтобы я взял Эйпл из мультика. Давайте-ка я ее попытаюсь найти. Хотя она сегодня уже участвовала. Я думаю, мы без проблем ее восстановим при помощи билетика. Здорово. Карай. Отлично. Карай сегодня не участвовала. Бибаб классический. Вот. Здорово. Есть Мандагеко и Лео классический. Вот. Интересно. Лео классического сегодня не заказывали. Я его сейчас постараюсь найти. Вот он. А насчет Мандагеко это уже тоже интересный вопрос. Вот он. Ну что же. Очень необычная, прикольная команда. Давайте-ка я с нее сражусь и посмотрим, что из этого получится. И так, вперед-вперед. Вот если у врагов хил есть Раф классический. Довольно-таки серьезный хил. И Карай при помощи своего копья попытается выбить Рафа классического. Есть. Появился постепенный урон. Но Раф выживает. И так, одна надежда на Мандагеко. Удар языком. И здорово, друзья. Он хоть не добил, но он оглушил. То есть Раф классический пропускает код. Вот хотя я надеюсь, что Лео наш классический футом его добьет. Есть. Ну что же. Враг поражен. И вот теперь, друзья, мы можем применять без проблем массовые атаки. И первым делом я попытаюсь выбить Макмена. Удар разумом. Вот Эйпл не принес эффекта. Возможно, Бибоб классический ударом гранатометом. Снаряд мира. Он называется. Да, добивает Макмена. Ничего Макмена не сумел сделать. Пытается еще что-то сделать Бибоб. Пытается сделать Раф оригинальный. Ого, Донни забрасывает наш герой сюрикенами. Смотрите, сколько урона не нанесли. Но я тоже так могу. Итак, Карай метает Кунае. Наносит довольно-таки неплохой урон. Ой-ой-ой. Сколько мало жизни осталось. Вот бросает гранату Мандагека. Наносят дополнительный урон. Здорово, друзья. Я навесил цепи. Но враг очень неплохо атакует. Давайте-ка я не буду рисковать. Еще при помощи Эпл. Они удается восстановить отряд. И будем стараться выбивать оставшихся врагов. Удар. Выстрел. Бибоб по классическому. И Донни побежден. Остался только Бибоб с Рафом. Надеюсь, Карай сейчас добьет Бибоба. Не сумела. Не сумела. Итак, давайте-ка тогда еще усилим наш отряд благодаря Мандагека. Вот. И сейчас все же попытаемся при помощи веера Эпл метает добивать Бибоба. Супер. А Рокстеди тем временем лопает попкорн. Вместо того, чтобы атаковать Врегина, он прокачивает способности нашего отряда. Итак, мощнейший удар Лео сверху. И Раф оригинальный повержен. Итак, очень непростой оказался бой. Очень долго пришлось играться с врагами. Тем не менее, друзья, идеальная победа. Хороший бой. И мы идем с вами дальше. Итак, 24 место. Мы, друзья, попадаем на 15. Нет, наверное, друзья, в следующей этой битве не удастся нам перейти на первое место. Скорее всего, придется еще брать состав. Итак, следующий состав от Анимус Крит. Вот подписчик с таким ником попросил, чтобы я взял Шредера, Саблезуба. Давайте-ка возьмем. Итак, Шредер, я так понимаю, друзья, из мультика. Есть. Кстати, он, друзья, сегодня не участвовал. Итак, Саблезуб. Кто там еще? Ракзар, Тигрин и Когать и Бакстер Мука. Есть, друзья! Наконец-то! Наконец-то! Вот один из подписчиков заказал Тигриного Когтя. Вот он, супер, друзья. Не могу остановиться. Вот, кроме того, нужен Бакстер Муха и Ракзар. Давайте-ка я найду их, а потом уже будем искать Саблезуба. Бакстер Муха есть. Где-то здесь есть Ракзар и в конце должен быть Саблезуб. Он сегодня участвовал, поэтому, друзья, не активен. Вот он. Итак, супер, друзья! Команда найдена. Давайте-ка отправимся в атаку и надеемся, вот все у нас получится. Итак, первым делом, конечно же, я буду выбивать Шредера из мультика. И наш Шредер его атакует ударом сверху. Очень сильный удар, но Шредер выживает. Надеюсь, ударом мечеты наш любимец Тигриный Когать добьет. Да, вот смотрите, как здорово добивает. Супер! Вот метает еще какой-то химикат Бакстер Муха. Пытался добить Дони из мультика. Хотя, друзья, нет, нам надо выбивать в первую очередь Бакстера Стокмана. Вот его массовые атакки это что-то. Вот пытался добить Ракзар, не получилось. Возможно, Саблезуб уничтожить не получилось. Хотя Бакстер Стокман сейчас, по-моему, друзья, он оглушен. Вот возле него такой вот висит, видите, красный кружочек со звездочками. На один ход он оглушен, поэтому, друзья, его надо добивать. Досталось нашему отряду, поэтому давайте-ка, друзья, мы восстановимся при помощи Бакстера Мухи. Супер! Вот неплохо посылает в атаку своей ниньс Шреддер Мультяшный. Очень мощный удар. Да, есть Бакстер Стокман повержен. А финальный удар нанесет Тигриный Коготь. Нет, враг выживает. Как он выживает, друзья, я не знаю. Я был уверен, что это победа. Тем не менее, Рокстеди Кролика добил Рокзар. А Саблезуб при помощи вот такого забавного кругового удара добивает Донни из фильма. Ну что же, друзья, супер! Идеальная победа! Хороший бой! Давайте-ка посмотрим, удастся ли нам переместиться на первое место. Либо еще нужно будет взять один состав. Итак, друзья, мы попадаем на третье место. И я беру финальный состав на сегодня от Никиты Родинова. Родионов, прошу прощения. Итак, Никита Родионов. Его состав левый из мультика. Давайте-ка возьмем, вот, например, вот этот состав. Итак, левый из мультика. Врагов мы подобрали. Супер! Дальше Эйприл, Астрозуб. Итак, Эйприл, Эйприл, Эйприл. Вот Эйприл Кунычий нашел, а где-то здесь должна быть Эйприл. Астрозуб сегодня, друзья, по-моему, не участвовал. Кейси из мультика и нейтрализатор. Ну, давайте-ка, друзья, я возьму, найду сейчас, вот, Кейси. Нейтрализатор и будем искать Астрозуба. Насколько помню, друзья, Астрозуб сегодня не участвовал. Саблезуба два раза заказывали, а Астрозуб не участвовал. Итак, где же ты, Астрозуб? Вот он. Ну что же, супер, друзья. Итак, команда от Никиты Родионова. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Конечно же, я вначале попробую выбить Лео из мультика. Вот эпическая битва Лео из мультика против Лео из мультика. Вот, довольно-таки неплохой удар. Еще удар телекинезом от Эйприл Анил. Супер, вражеский Лео уничтожен. А сейчас Кейси Джон метает гранату. Вот, опять же, неплохой урон нанесен. Вот, и возможно точку поставит нейтрализатор. Мощнейший удар гранатометом. И вражеская команда просто сметена. Супер. Ну что же, идеальная победа. Хороший бой. Благодарю подписчика за его команду. Вот, и мы попадаем на первое место в Лиге Мастеров на третью звездочку. Ну что же, просто супер. Итак, друзья, сегодня я на этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию, нажимайте правом в верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам придут уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.